А ты, кстати, весь был. Ой, что так? Не помещаемся вместе? Нет, я не включила просто. Не помещаемся. А ты, Деля Вера, посещаешь эти видео? Нет. Вы вопросы помните? Нет. Да. Потому что я забыла. Ну, уходите, вот. Та нет, я же че. У вас же где-то есть сброшенные, если вы... Да. Вітаю, в эфире телеканалу «Відкритий» працює пресс-тентр. В студии с вами я, Наталя Гейман. И сегодня мы говорим про 76-ю ручницю депортации кримских татар. В пресс-конференции берут участь Кемал Мустафаев, землячество кримских татар в Дніпрі, та Абдулаев Деля Вер, активист землячества кримских татар в Дніпрі. Все правильно сказали? Доброго дня. 76 років тому, 18 травня, була депортація кримских татар в 44-му році. Ваші родини якось повязані, ваші предки якось повязані з цим? Якщо так, то розкажіть ваші історії. Звичайно ж повязані. У мене і мамініх родітей, і папініх депортирували в 1944-му році, 18 мая. Тобто вони потрапили в Узбекистан. Якщо говорити о численності людей, хто куди потрапив, то це було депортировано з 18 по 20 мая 1944 року, порядка 200-240 тисяч. 150 тисяч, примерно, із них попало в Узбекистан. Остальні 50-90 тисяч попали в Казахстан, Таджикистан і на Урал. Більше всього сложності іспытали люди, ті, хто попав на Урал, із-за того, що там було дуже холодно. Вот мій прадедушка і прабабічка, вони умерли там, і прийшлося хоронити їх просто в снегу. Тобто в Узбекистані та погода була помягче, із-за цього як-то моя бабічка вижила, благодаря цьому, наверно. Вона до сих пор жива, і я рад, що після цих мучень їй вдалося прожити таку життя і залишатися до сих пор рядом з нами. Так що це дуже-очень складне время було, в якому не хотілося б, щоб ніхто більше переніс його. Да, це трагедія обща, касається каждої сім'ї в нашому народі. Тобто депортировали всіх поголовно, ті, хто знаходились на фронте, впоследствии при возвращении дому їх теж депортировали. Многі семі таким образом терялись. Це не учитывая того, що во время перевозки в товарних вагонах, рассчитано для животних. Практично половина населения, которое було депортировано, вони погибли из-за тяжелих условий переезда і в дальнійшій адаптации. Тому що привезли же, с собою нечого брати не разрешали. Тобто 20 минут на збор, це як бабуся розказувала. Тобто ті речі, які на себе були, ні їды, ні води толком не було. І збрасували, в основному, в степи, на містах, не приспособлені для життя. Люди ріли землянки, як-то пыталися себе прожити, щоб не умереть з голоду, але все одно люди умирали від голоду, від болезнів. Не хочеться говорити про цифри, тим не менше, це важливо для розуміння, цього історичного періоду. Скільки людей загинуло під час депортації? Ну, є офіціальні дані, зараз Діля Віра звучить, а неофіціальні, звісно ж, відрідаються. Тобто в сіверсі все ці дані скривалися і до сих пор током ніхто не може відновити точно. В перший рік після депортації, приблизительно, по даним, погибло порядка 30%, в останні два, ще 20%. Тобто в перші три роки погибло порядка 50%. Це половина кримських татар. Тобто, якщо виселили 200-240, 100-120 тисяч умерло, умерло, можна сказати, на чужбині і по дорогі туди. Тобто, хто не представляє, скільки длилась ця дорога, то це порядка трьох недель. Три недели везли людей в цих вагонах для скота. І непонятно, що вони там їли, що вони там пили, і як справляли нужду. Були, звісно, які-то остановки, але ці остановки були не запланировані, і там, скажімо, 10-15 минут. Іноді люди відходили з вагонів, щоб щось приготувати, да, попитатися. Але іноді це їм вдавалось, іноді нет. Тобто, ехали і рожали по пути, скажімо, на чужбину. І такі случаи були. І умирали в вагонах. І приходилось їх сбрасувати на станціях, оставляти на станціях. Тому що час, можливості, навіть похоронити по мусульманським обичам не було. Що розповідають ваші рідні, яких депортували, які спогади. Відчувався зв'язок з Кримом все одно? В Казахстані, в Узбекистані? Був цей зв'язок? Чи вже просто там асимілювалися, осіли і вже від цього жаху подалі? Та політика, в яку вилилась депортація, вона якраз і була розситана на, якщо не полне унічтоження, то на ассиміляцію. Тому були вибраны в основному Средніазіатські республіки, для того, щоб нас, як представітей Крима, не осталось. Ну, то есть, вообще-то це ж була не перша аннексія. До цього політика царської Росії теж була направлена на це, але вони як-то обращали внимание на те, що скажуть Європа, і не осмілилися депортирувати. Але було таке, що по відношенню коренному населению так відносились, що люди були винувані самі були покидати свої доми і переселяться на землі Румыниї, Турції і інших, чи інші, чи інші інших територіях. Тому що качається уже з советських времен, то, звільно, все це давлено було, звільно, звільно наші предки чували. Мої родиці, бабочки, дяді, в каждій familі, що є з нас така Родина, Крим, ми коли-ні будь туди повернемся. Ну, то есть люди ждали, когда же появится такая возможность. Были тайны, собирались активисты, которые обсуждали. Но все это всячески преследовалось, и у меня в семье были погибшие, которые просто находили убитыми. Чем такой солодкий Крым для рязных режимов? Может, для них это представлялось, что это имело какое-то стратегическое значение, эта территория, как выход к Черному морю. Или, может быть, какое-то, как говорят в России, сакральное значение. Хотя, по сути, никакой связи с Российской империей в отношении истории, политики, он как таковой ценности не представляет. Но им так виделось, такое видение у них. Было и осталось до сих пор. Ну, возможно, еще потому, что крымско-татарский народ – это народ, который умеет бороться за свою идентичность, берегать свою идентичность. И не терпел бы. Ну, такое подозрение есть, ведь долгое время в истории эти земли, они были, они как наследство от Золотой Орды достались в подчинение Крымскому ханству и управлялись с Крымского ханства. Но эта политика не была жесткой, то есть направлена на истребление или угнетение. Народы не были порабощены. То есть это была часть государства, которое просто платило налоги и исполняло свои обязанности. И давалось возможность развиваться. Как зберегали традиции, мову? Мы уже говорили про то, что политика была направлена на то, чтобы люди асимулировались и забыли свои корения. Как удалось зберегать все? Если коротко, то никак, конечно. Потому что не было возможности образовать учебные заведения, начиная от начальных детских садов, школ и так далее до высших учебных заведений. Такой возможности, естественно, не было. Когда мы жили в Крыму, вот моя бабушка была директором Крымской татарской школы. Это, наверное, первая, единственная. Ну, не единственная, но одна из первых крымской татарской школы в Евпатории, которая была. А в Средней Азии уже таких возможностей, конечно, не было. То есть среди людей приходилось общаться на том языке, на котором было принято, на русском. И язык удавалось сохранять только на устном уровне. То есть общались с семьей между собой. То есть, например, когда рождались дети, первый язык, который обучали, это родной язык. А в дальнейшем, вот я, например, по своему примеру пошел в детский сад, там уже научился говорить на русском языке. В дальнейшем уже появились единичные печатные органы, там газеты в одном экземпляре, журналы. Это с 60-х, с 80-х годов, когда была некая оттепель уже после смерти Сталина во времена Жукова. Я тоже хочу сказать, что всячески препятствовали сохранению традиций. Во-первых, даже 18 мая, день депортации. Ну, официально говорят 18 мая, но на самом деле депортация длилась с 18 по 20 мая. Вот 18 мая не давали собираться. И вообще пресекали всякие собрания, знаете, такого рода митинги, там не были приняты, чтобы народ не сплотился и не искал никаких методов до возвращения на родину. Еще хочу сказать, что даже пресекалось то, что вот вывезли людей в Узбекистан, например. Им надо было ходить и отмечаться раз в неделю. Это, знаете, как комендантский час был, что прийти надо на отметку, что ты с этого села, например, никуда в другое место не уехал. То есть, чтобы люди поменьше перебирались в большие города. Это было в начале, то есть 15 где-то лет после того, как выселили. Потом уже люди стали перебираться в более-таки значительные города, да, чтобы там было легче жить. А изначально же всех расселили, ну, не то, что даже расселили, а привезли и выгрузили, можно сказать, посреди степи. И как хотите, так и живите. То есть, что хотите, то и ешьте. Да, да. Очень сложно было. Умов, умов, нияких не надо было. Нет, никто ничего не построил, не привез в готовое жилье, не заселил. Такого не было. Да, и никогда о какой квалифицированной работе речи даже не шло. То есть, люди, специалисты, они вынуждены были работать на самых тяжелых черных работах. Это на шахтах, в том числе, где-то в полях. И из-за этого, естественно, первые десятилетия была очень высокая смертность среди нашего народа. Но вот в дальнейшем, ну, то есть, выживали, ну, какая была возможность. Дедушка, например, у нас пошел печеньком работал, бабушка директором школы была. Ее потом взяли в школу учителем и даже уже хотели наградить медалью за... Педагогичную деятельность. Да, да, что методика, у нее было хорошее образование. Но когда узнали, что она крымская татарка, сразу отменили. Ну, все эти... о том, что вообще такой народ существовал когда-либо, старались не то что забыть, а стереть полностью. То есть, не было того крымских татар. Писали просто татарин, да. Откуда, какая, какой Крым. Вот, вот вы здесь живете, в Азии или где-то за Уралом живите. Такая была практика. Еще пример истребления такого, скажем, был. Вот взрослое население ходило на работу и первое время, скажем, они работали не за деньги, они работали, можно сказать, за еду, за какой-то обед. Вот взрослые ходили, им дадут что-то на обед. И они, не доедая свой обед, приносили своим деткам домой. То есть, впоследствии, когда появилась возможность устраивать детей в детдом, то родители с удовольствием сдавали своих детей в детдом, чтобы сохранить им жизнь. Вот сейчас это трудно, да, осмыслить, чтобы родного ребенка сдать в детдом. А тогда делали это из лучших побуждений, чтобы сохранить им жизнь. Ну, думайте, 2014 рік так само став таким, такою сторінкою в истории, когда кримские татары были вимушены покинуть свой дом. Ну, не все, но большая часть. Какая-то часть все равно вернулась в Крым, проживает там, конечно, условия тяжелые. То есть, мы все равно были и остаемся для России, наверное, как кость в горле. Ну, когда уже появится возможность для остальных, то мне кажется, что много кто захочет приехать в Крым. Тем более, у нас есть люди, которые живут в Румынии, в Турции. И они по тому, что их бабушки, дедушки расскажут, тоже в мечтах. Ну, говорят, вот когда-нибудь мы приедем в Крым, обоснуемся здесь. То есть, как только появится такая возможность благоприятная. С удовольствием ждем возвращения в Крым, но, знаете, свободного, чтобы не было никаких границ, чтобы спокойно можно было, как в прежние времена, проехать в Крым и там и отдыхать, и посещать своих родственников и знаковые места. Да, чтобы Крым был не зоной, не гетто, а открытой территорией, открытой для всех. Чтобы любой желающий мог свободно приехать, посмотреть на красоту, на природу, на архитектуру, на людей, которые там живут. Чтобы их встречали добродушно, а не так, как сейчас рассказывают. Я надеюсь, что так оно и будет. Спасибо за то, что вы до нас пришли, за то, что поделились своими спогадами, спогадами своих родственников, за то, что не забывайте историю своего народа. Шановные телеглядачи, помните историю своего народа, помните, что Крым – это Украина, и что и мы, и кримские татари обовязково повернемося на береги Чорного моря. И, как сказали наші гости, не будет жодних кордонів, не будет жодних гетто. И все будут жить в мире, в любови и радости. Дякую вам за увагу. До свидания. Продолжение следует...